Я приветствую аудиторию RTVI. Меня зовут Тихон Зитко. Это программа «Спецгость». Каждую неделю в пятницу мы подводим итоги недели, обсуждаем это с гостем в студии. Сегодня специальный гость Илья Новиков, адвокат. Добрый вечер, что вы приехали к нам в студию. Давайте, понятно, что мы будем говорить о событиях актуальных, о том, что происходит на этой неделе, и вернее, то, что продолжает происходившее последний месяц, наверное, в Москве. Вы сегодня написали, что присоединяетесь к защите Егора Жукова. Напомним тем, кто вдруг не помнит, что это московский студент Высшей школы экономики, один из фигурантов дела о так называемых массовых беспорядках 27 июля. И вы написали, что посетили его в Матросской тишине. Расскажите об этом визите. Для меня каждый раз, когда я впервые посещаю человека в СИЗО, которого я не знал до этого, как и для любого доката, в принципе, основной вопрос, как он себя чувствует. Потому что мы знаем, что СИЗО в Москве очень разное, и условия там разные, и самочувствие там бывает очень разное. Егор вполне хорошо держится. Я так понимаю, что в отношении него есть понимание, что это человек, к которому сейчас приковано большое внимание. Он стал таким, условно, флагманом этого дела. Более 600 поручительств в четверг, если я не ошибаюсь. Да, я не знаю, когда еще у нас такое было. Причем не по делу какого-то артиста или поп-звезды, а по делу просто парня, который ведет блок и учится на четвертом курсе. Это действительно что-то новое. И, может, это действительно блокирует какой-то новый этап в том, как наше общество вообще воспринимает процессы, суды, аресты и все, что с этим связано. Егор просил передать привет. Собственно, вчера у него было выступление в суде, он это мог сказать от себя вживую. Это было услышано. Он просил передать привет и слова благодарности всем, кто его поддерживает. Его поддерживают не только его однокашники по высшей школе экономики, но, в принципе, такое студенческое дело, вот это дело о московских массовых беспорядках, которые так называемые... Ну, о самом деле поговорим чуть позже. О самом деле поговорим, но оно стало каким-то таким новым студенческим делом. То, чего не было на Болотной площади, хотя там было много, в принципе, молодых ребят изобвиняемых, оно в тот раз не стало делом, которое сколыхнуло студентов. Вот в этот раз они как на подбор взяли одного студента Вышки, одного студента Бауманки, а третий парень, не помню, молодой, тоже очень студенческого возраста, вот как-то все это, по-моему, попало в болевую точку, и российские власти, и московские власти, по-моему, очень серьезно рискуют тем, что это дело конкретно сплотит и конкретно вооружит против них студентов. Вам кажется, что может быть какая-то студенческая консолидация, которая прежде в России, в отличие, например, от западных стран, где студенчество – это одна из самых пассионарных, скажем так, частей общества, прежде российское студенчество было довольно пассивным? Ну, известно, что власти, которые отталкивают от себя студентов, при том, что студенты – не самая многочисленная категория, не самая богатая уж точно, не самая влиятельная, но те, кто ссорится со студентами и те, кто сплачивает против себя мнение студентов, те, кто зарабатывает себе репутацию, ну, те, с кем не стоит разговаривать, да, с кем не стоит вообще иметь дело, у них, в принципе, шансов в благосрочной перспективе нет. Это со студентов начинается, и студенты ведут за собой других в этом отношении. Когда вы теряете уважение молодежи, причем активной молодежи, вы, скорее всего, решите скоро все остальное. Поэтому чем раньше у российских властей или у кого-то, у какой-то здравой башни, да, более рациональной головы нашего Змегаренча возникнет понимание, что это дело не стоит того, чтобы доводить его до точки, не доводить его до конца, тем, наверное, лучше будет для всех участников этой ситуации. Иначе что? Ну, история штука коварная, да, аналогия штуки коварная, но 68-й год, в принципе, нам сказали, что в Москве были массовые беспорядки, мы знаем, что их не было, значит, что их не будет. Если как следует рассердить молодых ребят, они вполне могут показать, как это бывает и как это делается на самом деле, во-первых. Во-вторых, штука общественное мнение, и штука ситуации, когда общественное мнение вас начинает отторгать. Вы не можете ни на кого положиться, ни на кого, у кого за спиной не стоит полицейский с пистолетом. Вот вы не можете, арифметика устроена так, и демография устроена так, что вы не можете к каждому человеку, к каждому гражданину представить сзади полицейского. Как только вы зарабатываете репутацию, ну, ему не говорить грубых слов, да, но того, с кем нельзя иметь дело. Не того, кого нельзя называть, потому что страшно, а того, кого не стоит называть, потому что не стоит. Ну, кто он такой, да? Получается, что вы не можете положиться ни на кого. И это, на самом деле, страшная штука. Я понимаю части, мне кажется, понимаю мотивы тех людей, кто вот это дело затеял. Хотелось, наверное, повторения 2012 года в смысле Лавров и Наград. Вы имеете в виду следователей? Я имею в виду следователей. Или политическую часть, как вы знаете? Нет, надо понимать, политическая часть здесь, если она и есть, то она скорее согласилась ехать в этом поезде, который подогнали следователя. Надо понимать, как устроены наши силовики. Это Змей Горыныч, и у него каждая голова ест за себя. Хотя кажется, что Тулович общий, но на самом деле ест каждый за себя. Полиция московская на этих митингах, они вроде как заработали себе очки, они отработали свою задачу. Отрапортовали, что столько-то рейсов автозаков, столько задержанных, столько-то административных дел. Росгвардия, понятно, они были главные на площади, они били всех дубинками, тоже вроде бы с точки зрения начальства повели себя хорошо. Сделали то, ради чего они, собственно, создавались как структуру. У Следственного комитета не было другого шанса проявить себя на том же уровне и показать своему главному начальству, ну, корректно, Путину показать. Иначе как завести дело. Да, иначе как завести дело, причем масштабов, сопоставимых с теми масштабами, которые имели митинги. С болотного дела, с 12-го года, который тянулось потом, кстати, еще 6 лет, у 212-й статьи о массовых спорядках, там срок давности 6 лет, 317-й. Поэтому вот только по прошествии 6 лет полных мы могли вздохнуть и сказать, что болотное дело наконец-то кончилось, потому что вот уже сроки истекли. И никого уже не могут задержать. Это история новая, свежая. Здесь пока об этом не приходится даже говорить. Но очень показательно, что 212-ю статью, статью о массовых беспорядках, наши власти не трогали вот с того самого болотного дела. Были отдельные случаи. У меня был, собственно, вопрос об этом. Почему? Это джин, которого легко выпустить из бутылки, которого ты не загонишь обратно. Почему? Потому что обычно, по опыту последних лет, 17-го года, 18-го года, когда происходят митинги, кого-то задерживают, и этому более или менее активно сопротивляются, это всегда выливается в обвинение по 318-й статье. То есть нападение на работника полиции. Там есть первая часть, вторая часть, без последствий, без последствий. Как правило, все это выливалось в приговоры где-то от года до 3,5 лет. Притом люди выходили за отсиженным, там учитывается коэффициент и прочее. Статья о массовых беспорядках означает, во-первых, что вы не можете ограничиться одним или двумя осужденными. Потому что если беспорядки массовые, а вы осудили двоих, значит, вы плохо работали. Если вы уже пошли на это и сделали такую заявку, вам сложно отыграть назад. Вам, значит, приходится говорить, извините, мы ошиблись. А в чем ошиблись? В том, что не сожгли пол Москвы, оказывается. Что такое массовые беспорядки? Закон определяет, хотя и без какой-то чрезмерной узости, но вполне конкретно. Уничтожено имущество. В понятиях современного города это сожженные машины, которые стоят на улице. Разбитые витрины. Насилие. Там было насилие. Если было насилие, по-моему, только со стороны полиции и Росгвардии. С использованием оружия. Нападение. Вот все то, что у нас ассоциируется, по-моему, последний пример такой хороший. 2002 год. 2002 год, да. Это когда... Причем там не было политики никакой. Давайте напомним, это был чемпионат мира по футболу, матч России-Японии, завершившийся поражением российской сборной. Была огромная, огромный экран на Манежной площади, или несколько экранов, и огромное сборище людей. И по завершении матча начались погромы. Погиб один человек. Это, кстати, про применение оружия. По-моему, его закололи ножами, если я не ошибаюсь. Смысл... Ну, понятно, что там политики не было никакой. Проиграла сборная. Там горели машины, разбитые витрины, да. Но вот это были именно массовые беспорядки. Потому что, да, вроде никто не планировал, вроде никто не организовывал. А вот оно случилось. Случилось и вылилось такое. Сейчас нам говорят, кто говорит? Следственный комитет, в первую очередь. Это их стартап. Это их придумка. Это дело о массовой беспорядке. Нам говорят, что в Москве 27 июля были массовые беспорядки. Позвольте, где ущерб, да? Где раненые, погибшие, сожженные, разгромленные? Он говорит, нет, не важно, были беспорядки. Когда люди ходят там, где не положено, это не положено. Это порядок? Нет, это не порядок. Что такое? Это беспорядок. Массы были бы. Это абсолютно неправовое осуждение. Оно не имеет ничего общего с законом. Смотрите, значит, массовые беспорядки были. Потому что, а, было перекрыто движение, значит, дорог, в частности, такой крупной магистрали, как Садовое кольцо. Было нанесен ущерб имуществу, потому что были уничтожены какие-то зеленые насаждения. Значит, и сейчас одна из московских структур, я сейчас не вспомню, какая, по-моему, связанных с мэрией, настаивает на том, чтобы ей возместили там энное количество миллионов рублей. Третье. В сотрудника полиции или Росгвардии, или ОМОНа была брошена урна. Помимо этого были перевернуты какие-то лавки, скамейки в Столешниковом переулке, из которых пытались строить баррикады. Я сейчас очень стараюсь что-то еще вспомнить и придумать, но вот вам признаки беспорядка. В принципе, ничего из того, что вы сейчас записали, не является чем-то уникальным для июля 2019 года. Все это и вместе, и по отдельности, и в самых разных считаниях происходило, но более-менее на всех больших акциях, которые, я могу припомнить, за последние пять лет. Чтобы не брать болотную. И то на болотной площади, в качестве вот того имущества, которое потерпело ущерб, там пришлось привязаться к асфальту, и там считали стоимость квадратного метра асфальта. И к туалетным кабинкам, которые были опрокинуты. Здесь совершенно понятно, что вытоптанный газон, симметричная ситуация была абсолютно в Питере, во время одной из протестных акций. Тоже в качестве меры давления на организатора, на того, кто заявил, что митинг будет в такое-то время в таком месте, использовали гражданский иск о взыскании, по-моему, 11 миллионов рублей. С какой-то астрономической суммой, да. Да. Ну, это, с одной стороны, наконец-то обнаружилось польза у вот этого разворовывания денег на благоустройстве. Ну, конкретная польза в глазах начальства. Если ты списываешь на какой-то вшивый газончик миллионы рублей, ты не просто крадешь себе в карман, ты тем самым служишь стабильности общества. Потому что любой недруг, который пойдет митинговать на этом газоне, автоматически заплатит не то, чего он стоит в реальности, а то, что у тебя стоит по-моему. Да, да, да. Но тогда никто же не утверждал, что этим масса беспорядки. Когда даже пусть у вас 500 человек выходят на газон и стаптывают его в ноль, это просто 500 человек, которые прошли по газону. Но это не погром, это не то, с чего мы начали, не выжженный центр города. Все понимают, по-моему, не исключая тех, кто сейчас ведет это дело следователей, не исключая тех судей, которые выносят аресты по пачке резаной бумаги, я не могу это иначе назвать. Все понимают, что в Москве 27 июля и 3 августа массы беспорядков не было. И если сейчас мы это все проглотим, мы позволим этим людям одним утверждать, другим не отрицать, третьим не заметить, четвертым утвердить, но это будет очень серьезный шаг в очень неправильном направлении. Потому что если вы, молодежи причем, мы с этого начали, студентам, если вы студентам врете в глаза, а студент, понимаете, у него, как правило, ипотеки нет, и у него нет детей, которых нужно кормить, и он не боится, что его уволят, если меня исключат из одного вызова, я пойду в другой, в конце концов. Студент очень плохо воспринимает тот тезис, что когда начальство врет в глаза, надо смолчать, потому что иначе будет хуже. Чем глубже вы закручиваете вот эту гайку до срыва резьбы, тем больше шансов, что в следующий раз резьбу срывет уже по-настоящему. А нет ли здесь обратной абсолютно возможности, собственно, той, которая в каком-то смысле в 2012 году после Болотного дела и проявила себя, когда вот эти аресты довольно случайных людей в каком-то смысле из разных социальных групп, а возможно и не из разных социальных групп, но сработали вполне себе в качестве запугивающего фактора. И мы видели, что после Болотной то протестное движение, которое до этого продолжалось полгода, оно постепенно-постепенно-постепенно сошло на нет. Мысль начальства явно именно такая, что так и должно быть. Потом начнется осень, да, там дети пойдут учиться, значит, будет холодно, не так интересно митинговать, может быть, так они себе это представляют. Я вижу принципиальное отличие. Это отличие заключается в цифре 7 лет. Не в том смысле, что за эти 7 лет что-то случилось такое, что мы стали другими, мы что-то поняли, узнали и так далее. Нет, просто вот всей вот этой нынешней формации власти, если угодно, да, слово режим, оно такое какое-то очень пафосное. Нынешнему состоянию дела, нынешнему положению дела, тем людям, которые его возглавляют, осталось править меньше на 7 лет. Мы на 7 лет ближе приблизились к концу, к финалу нашего текущего периода. Да, параллельно с этим стало меньше денег, параллельно с этим стало меньше хорошей еды, да. Параллельно с этим подросло какое-то количество детей, которые не помнят, как это, значит, быть пионером и стоять на цирлах, когда, например, ойд завуч и так далее. Они все это уже не знают, и у них уже нет прививки. Ни один из этих факторов не играет в пользу того, что, значит, репрессиями вы получите какое-то добавочное успокоение. Я эту ситуацию вижу так, я, может быть, ошибаюсь, потому что, знаете, очень хорошо предсказывают то, что же случилось. Очень просто говорить о 2012-м годе, о 2020-м годе говорить сложнее. Мы не знаем, что там будет, я не знаю, что там будет. Но мне кажется, что сейчас власть раскачивает эту лодку, и она может перевернуться совершенно спокойно. Мне хотелось бы повернуться на шаг назад, собственно, к вашему подзащитному с недавних пор Егору Жукову. Вы упоминали его заключительное слово в четверг во время рассмотрения его жалобы на арест в Московском городском суде. Он там, в частности, пишет следующее. Собственно, этим он завершает. Жду самого худшего все же, и поэтому, если вдруг произойдет что-то меньше, чем 8 лет, то я буду рад. Он пессимистично настроен? Мне кажется, он реалистично настроен. Ну, я, честно говоря, вот по опыту, который у нас есть за последние годы, мне кажется, что там сидит какой-то Кощей Бессмертный, да, там по фамилии Бастрыкина, по какой-то другой фамилии, вот планирует, вот пишет у него там, да, Жуков-8 лет, да, вот что вот такое. Мне кажется, что так происходит. Скорее сейчас у этого следственного начальства есть какие-то неопределенные планы, как можно скорее отфиксировать, получить какой-то приговор. Они же в приговорах все мыслят, да, вот если есть приговор, значит, если суд с тобой согласился, значит, ты уже заведомо прав. А то, что суд точно такой же, как ты, авторитет у него точно такой же, как у тебя, то есть нулевой, да, это в данном случае для них не важно. Здесь, мне кажется, они скорее будут работать на скорость, чем на жесткость, выраженную в цифрах решения свободы. Но Егор правильно абсолютно воспринимает ситуацию, он правильно понимает, что его понимание и понимание его друзей, его сверстников, тех, кто интересуется этим всем, что он прав, что он, во всяком случае, не виновен в том, чем его обвиняют. Закон, в конце концов, да, ему никак не помогут. Что здесь речь идет не о том, чтобы кому-то что-то доказать, вот убедить вот тут тетенку в черной мантии, что не нужно там, да, а на самом деле в том, кто кого перетянет отчасти, да, в том, как эта ситуация будет разыграна с обеих сторон, в том, какая будет поддержка, будет ли она идти на в убыль. Одна из самых главных наших проблем, вот во всех этих делах, которые мы условно называем политическими или правозащитными, заключается в том, что они развиваются скорее по законам медиа, чем по законам права. А законы медиа неумолимы в этом смысле. То, что случилось на неделю позже, интереснее, а то, что случилось два месяца назад, уже практически не помню. Уже можно забыть, все более появились новые дела. Да, если не происходит что-то исключительного, если ты не исключительно интересен, если ты не исключительно, не знаю, глубок, да, если твоя история не представляет какого-то там красочного зверства, как, например, было с сестрами Хачатурян, до сих пор это дело, которое держится на поверхности, на верхних строчках новостных где-то последний год, да, по-моему. Ну, чуть меньше. Около того. Егор это все прекрасно понимает. Вот он получил поддержку, он понимает, что он отчасти несет ответственность за тех, кто проходит по его делу, в том смысле, что к ним такого внимания нет. Это правда. Там к Егору приезжал Оксимирон, а к его... А к его однофамильцу Жукову, например, нет. Да, к его другим товарищам нет, потому что Оксимирона на всех не хватает, в конце концов, да. Он прекрасно понимает, он... Мы это сегодня с ним обсуждали, вот как себя вести и по отношению к тем, кто оказывает поддержку, и по отношению к тем, кто нуждается в ней. Мне кажется, у него вполне реалистичное понимание, что... В конце концов, почему он попал в эту историю? Потому что он считал правильно говорить некоторые вещи. Он не перестал считать правильно говорить те же самые вещи. Вполне очевидные, да. Что не должна делать власть, что она не может себе позволить. Как могут выглядеть выборы, и как не могут выглядеть выборы. Что является ими, что не является. Что прилично, и что неприлично. Посмотрим. Есть признаки, вот я вскользь об этом упомянул, есть признаки, что следствие хочет скорее там играть на скорость. Да, вот есть другой фигурант этой истории. Мы тоже к этому перейдем. Сегодня говорил с адвокатом Эйсмонт, с коллегой, которая находится в состоянии совершенного изумления. Не всем находится в состоянии изумления. Это Константин Котов. Это Константин Котов, да. Вы говорили о том, что у вас есть ощущение, что у следствия есть задача как можно быстрее все эти дела о так называемых массовых беспорядках отправить в суд и, видимо, вынести приговор. И в этом контексте вы упомянули. И, конечно, сразу вспоминается история, которая параллельно развивается, но, наверное, как-то она и связана с этим делом тоже. Это дело активиста Константина Котова, которого сейчас судят по так называемой Дадзинской статье по имени активиста Эльдара Дадзина. Это статья о неоднократном нарушении правил проведения массовых мероприятий. Там все с какой-то космической скоростью происходит. Это даже нельзя назвать такими словами. Нужно понимать, наверное, не все зрители до сих пор погружены в эту тему, хотя, казалось бы, новости приходят каждый день о том, что кого-то арестовали и допросили. Не все понимают, с какими темпами вообще развивается уголовное дело. Нормальное уголовное дело живет от возбуждения до суда месяцей и очень часто больше года. Почему? Потому что есть определенный набор стереотипный. Он, конечно, варьируется от дела к делу. Действия, которые нужно провести следователю для того, чтобы в минимально пристойном состоянии отдать дело прокурору потом в суд. Вы должны несколько раз допросить фигуранта, по крайней мере, спросить его, готов ли он дать показания. Это считается допросом. Вы должны допросить свидетелей, найти их, запросить справки, документы, провести экспертизу, запросить характеристики, в конце концов. С нормальным темпом работы, хотя у нас по умолчанию считается, что любое дело возбуждается на два месяца, а потом, как правило, продляют. За эти два месяца нужно сделать что-то, показать объем, действие, которое выполнено, объяснить своему начальству, почему требуется очередной срок, очередное продление. Этих продлений бывает много. И, как правило, следователи как раз жалуются на нехватку времени, на то, что им не хватило времени на это, на другое, на пятое, на десятое. И защита, наоборот, подгоняет. Почему вы бездействуете, почему у вас человек сидит в СИЗО, а вы третий раз выходите на продление с тем же самым набором того, что вы планируете. Значит, что было понятно. Дело Котова, я вот сегодня разговаривал с его адвокатом, с адвокатом Эйсмонта. Она описывает такие совершенно безумные вещи. Расследование дела, которое завершается за один день, за сутки, образуется четыре тома производства. Том – это 300 страниц. За сутки. Ну, половина, два тома из них – это старые материалы, которые просто надо было скопировать. Ну, это, допустим, да. Ну, откуда здесь еще два. И защита предлагается с ними, со всеми ознакомиться за одни сутки. Причем это выглядит так. Значит, защитник начинает читать. Шесть вечера, уже пора уходить домой. Говорит, нет, давайте продолжайте читать. Выходит в суд с требованием, чтобы защитник немедленно ознакомился. Вот просто вот стоя на месте, фактически, да, не сходя с этого стула. С полным объемом. И это действительно выглядит дико, потому что я не слышал о таком. Не то, что я не слышал о таком. Мы с коллегами это обсуждаем. Это одна из горячих тем сегодня. Потому что каждый прикидывает на себя, вот с нами такое будет. Нам завтра объявят о том, что у нас закончили дело, которое возбудили позавчера. Или нет. Каждый прикладывает на себя. Похоже, что что-то очень-очень личное, очень горит. И очень хочется там показать какую-то нереальную эффективность. Понятно, что все это никак не связано с качеством следствия. Производить следствие за одни дни, за одни сутки, вы можете только в том случае, если вам абсолютно плевать на качество того материала, который у вас получится. Вы уверены, по каким-то причинам уверены, что прокуратура вам все это одобрит, что суд с этим согласится. Вы не даете при этом, естественно, работать в защите. У защиты есть время только прочитать то, что вы написали. И вы заранее закладываетесь на то, что ни одно ходатайство, которое защита имеет право заявить, вы не будете удовлетворять. Это абсолютно непристойно. Это за пределами злодообраза. Обратная сторона вам сказать, слушайте, это элементарное дело. Многочисленные нарушения правил проведения акции. Вот у него протокол один раз нарушил, вот протокол второй раз нарушил, третий, пятый, десятый. Все, не о чем говорить. Составляем вместе протоколы, сшиваем в том дело. Получите, распишитесь. В гораздо более очевидных случаях типичное следствие, как я сказал, занимает типа два месяца. Делать вид, что следствие, которое идет один день, это что-то в порядке вещей, может только человек, которому все равно, что его считают идиотами. На полном серьезе это говорить может только тот. Но знаете, такой немой диалог, да? Я знаю, что ты знаешь, что я знаю. Значит, да, я тебе сказал, что я закончил дело за день. Да, все понимают, и ты понимаешь, что это неправда, что настоящим делом это быть не может. И да, мне все равно, что подумает что, и что подумает вокруг. Я не случайно связываюсь с этим Бастрыкиным. Я убежден, что подобные вещи могут происходить только по личному приказу руководителя Следственного комитета. Нас еще не ознакомили. Вот это дело только что, большое дело, я имею в виду, митинговое о беспорядках. Не дело Котова, оно живет в своей собственной жизни. Большое дело только что передали из Московского Следственного комитета в Центральный аппарат. Мы еще даже не видели официальный состав следственной группы, но в предыдущей итерации этот состав включал несколько десятков следователей. В предыдущей итерации вы имеете в Болотной? На уровне города. По Болотной была та же самая картина, но по Болотной там было гораздо больше фигурантов, и там были гораздо больше длительности этого процесса, там были замены. Приходили, уходили. Нет, здесь все делается очень торопливо, непристойно торопливо, хочу это подчеркнуть еще раз. И как-то очень показательно. И понятно, что аудитория вот всего этого театра это не мы с вами, не защита, не сами обвиняемые, не их семьи, не их друзья. Это такой театр одного зрителя. Этим зрителям может быть только лично Путин, которому показывают, что Следственный комитет наряду с Нацгвардией, наряду с полицией, наряду с, не знаю, отдельной бригадой судей Московского городского суда стоит на страже интересов государств. Мне кажется, это очень сомнительная, очень шаткая позиция. Понимаете, мы этот август, он становится таким периодом конца очень многих официальных репутаций. Окончательно закинул чепчик за мельницу Центральной избирательной комиссии. Если Элла Александра Памфилова в будущем нам собирается что-то, что-то, что-то говорить про то, что она за честные выборы, за то, что у нее непредвзятое отношение ко всем кандидатам, и тем, которые от власти, и тем, которые против власти. Но ее ждет наверное, череда разочарований. Ее не будут слушать. Я не знаю, кто ее будет слушать. Но вам скажет, Алла Александровна, слушайте, вот Митрохина зарегистрировали. Поздно. Вот, извините, поздно. Когда мы видим, что происходит, ладно, когда это происходит в одном случае, нам могут сказать, ну, флуктуация, в конце концов. Ну, кандидат Иванов, ну, вот он был один, он был оппозиционный, у него что-то не получилось, это еще не система. Нам предельно четко показали систему. Всех, кто выступает против власти, системно чморят. Всех, кто выступает за власть, может быть, за редкими исключениями, там, да, вроде одного актера и одного спортсмена, или, может быть, ни одного, двух, но это не меняет картины. Все с очень странным анамнезом того, как собирались подписи и оформлялись подписи, проходят регистрации. Извините, это конец репутации. Самая для меня красивая история, это огромное количество зарегистрированных кандидатов от партии коммуниста России, от несуществующей партии, это какая-то партия-мем. В том же самом смысле, это, ну, если не конец, то очень серьезный удар по репутации Собянина. Это не его выборы, вообще говоря, он в них не участвует. Он мэр, он не кандидат к депутатам от городов. И даже Единая Россия на них не идет, потому что там все, кто в нынешнем составе Мосгордома представят Единую Россию, насколько мне известно, все пошли с самого движения. Все с самого движения. Да, и даже, даже вот эти выступления, и протесты, и митинги, и голодовки, и все что угодно, Собянин долгое время не комментировал, в конце концов, прокомментировал, так что лучше бы молчал. Это во многом сводит на нет, ну, не знаю, что вы хотите, велодорожки, да, урбанизацию, парки. Вот так это работает, да, принцип Паша Мюллера, запоминается что-то одно, невозможно одновременно держать в голове, что ты выступил вот с этой позиции, что оппозицию задавили, и это было правильно и хорошо, и одновременно держать в голове, что ты строил велодорожки. Про тебя запомнить что-то одно. Пока ситуация для Собянина складывается так, что про него запомнить не велодорожки, а вот это вот. В определенном смысле это серьезный шаг для судейского корпуса. В плане репутации? Да. То, что мы наблюдаем вот по этим делам, вот это скорострельное правосудие, которое, ну, знаете, бывают дела, которые интересны только оппозиции. Вот когда сует какого-нибудь внесистемного либерала, но это бывает интересно ему, его друзьям, единомышленникам, да, он идет по коридору в наручниках, ему аплодируют, аплодируют 30 человек. Это не создает проблему, это не порождает репутационную проблему для суда. Репутационную проблему для суда порождает, когда происходит серия выстраивающихся в одну цепочку судебных процессов, на которых суд занимает точку зрения, занимает позицию, которую невозможно защищать. И это происходит публично, вот здесь у вас в вашем смартфоне, вы читаете онлайн суда и понимаете, что это конец, вот так вот не бывает, это уже какой-то гестап. Это невозможно удержать. И мне кажется, что нынешний август будет вот таким рубиконом. Если раньше были полутона, если раньше были оттенки серого, то для многих судей и на персональном уровне, персональном уровне глубоко равны. А что это меняет? Но прежде всего на корпоративном уровне они могут столкнуться с тем, что люди, которым раньше было все равно, которые раньше, ну пока человек не лишился прав, условно говоря, на ровном месте, или пока ему не выписали какой-нибудь безумный штраф за несуществующее нарушение, он воспринимал это как-то отдаленно, где судьи, где я. Я не вор, не убийца, почему меня должен интересовать. Многие из тех, по кому это не пришлось, не ударило лично, вроде как впервые за последние годы начинают интересоваться тем, как вообще все это устроено. Это очень плохой, это очень плохой признак, в том числе и для суда тоже. То есть мы оказываемся в... Месяц августа вообще для России непростой, как известно. Это правда. Там все, что может сгореть, горит, все, что может что-то там, тонет. За исключением счастливых случаев вроде самолета, севшего в холодном поле. Это, не знаю, это, наверное, какая-то игра статистики. Слава богу, что сел, но тем не менее, для институтов, общественных институтов, государственных институтов, для которых репутация не может быть безразличным вопросом, этот август оказывается таким кризисным августом, черным августом, если угодно. Это еще не кончилось, потому что выборы еще не состоялись, процессы еще не прошли до конца, и там еще есть куда спускаться. Это важно понимать. Как вы это объясняете себе? Потому что много ведь было сказано всеми и в этой студии, и в десятках других студий, и эфиров, и не только, что выбор в Московскую Городскую Думу еще несколько месяцев назад значительное число людей не то что не интересовали, некоторая часть москвичей и вовсе не подозревала, что есть выборы в Московскую Городскую Думу, что существует Московская Городская Дума, и что это почему-то должно их каким-то образом интересовать, заботить и тревожить. Теперь, исключительно после действий власти разных уровней власти и действий на разных уровнях нерегистрация, значит, подтверждение нерегистрации, задержания, избиения, то есть все пятое-десятое, это стало, несмотря на то, что Дмитрий Песков говорит, что это не является из ряда вон выходящей ситуацией, но для всех, мне кажется... Если уж сам Песков что-то говорит, то это, конечно, истинно последний конец. Да, что, несмотря на слова господина Пескова, мы же понимаем, что это довольно серьезный, впервые за долгие годы, серьезный политический кризис, исключительно спровоцированный действиями, начиная с окружных избирательных комиссий, вплоть до самого верха. Почему? Во-первых, не только в Москве, Москва просто, как известно, у нас все Россия живет в Москве, и живет в Москве, но если вы посмотрите на региональные выборы, вообще, наверное, плохой идеей было устраивать такую вещь, как сведенные в одну дату региональные выборы по всей стране, потому что, когда вас начинают полыхать, у вас начинают полыхать одновременно. Я для себя подобную ситуацию, как московские заурядные выборы в Куштному с Гордомом стали событием, я для себя объясняю если угодно таким эффектом Гарри Поттера. Как был Волдеморт, сатана, злодей, самый могущественный враг всего, и был какой-то новорожденный мальчик, который вообще ничего с собой не представлял. Вот пока Волдеморт не пришел, этого мальчика не пометил и не сказал, что вот это мой враг, я хочу его уничтожить, у Волдеморта все было прекрасно. Как только ты маркируешь какую-то ситуацию, как важную для тебя, и при этом у тебя не получается ее закатать в асфальт и жестко контролировать, тут же оказывается, что ты наносишь удар сам себе. Это уже случилось, тут не нужно рассуждать, может это быть, не может, это уже случилось. То, что под конец августа москвичи интересуются не покупкой школьной формы, не арбузами, а вот этим вот, это факт уже свершившийся, здесь московской мэрии абсолютно никого винить, кроме себя. Ну, мэрии в широком смысле, я не говорю не про узкую административную структуру, а московское начальство в широком смысле. Или там федеральное начальство, которое отвечает за Москву. Как из этого вылезать, они не знают. То, что сейчас первую скрипку в этой истории играет именно Следственный комитет, но Следственный комитет любит играть первые скрипки по разным поводам. Там падает спутник какой-нибудь, первое сообщение, упал спутник, второе сообщение, Следственный комитет возбудил дело, третье сообщение, следственная группа выехала на место. Там раньше всех ученых и кого угодно. То, что эту ситуацию сейчас фактически профильным ведомством по ней стал не избирком, а Следственный комитет, это маркирует довольно серьезную утрату контроля как такового. У вас же всегда так или иначе, у вас не бывает системы управления, состоящей из одной педали. У вас там дубинка-морковка, влево-вправо. Вы не можете ехать на одной педали сцепления. Всех сцепить наручниками и куда-то гнать. Если у вас такое происходит, значит, вы что-то очень серьезное упустили. Не знаю, может быть, Путин слишком отпуск затянулся. Может быть, там слишком многие одновременно оказались где-то в отъезде, кто-то кому-то не дошел. А Гарри Поттера пытались убить, потому что думали, что он беззащитный, что это будет просто. Да, что это будет просто. С задним числом, конечно, вот если бы сейчас отмотать все это месяц 4 назад, собрать бы какое-нибудь совещание профильной мэрии, ребята, что нам делать с выборами, ответ ничего не делать был бы идеальным. Тогда оппозиция побеждает. оппозиция побеждает, получает свои 6 мест и дальше начинает критиковать власть, что они, собственно, делают сейчас. Ничего об этого не было. Все это понимают. А поздно. Уже сделано, что сделано. Уже Гарри Поттер помечен. У него это знак, видимо, он не есть. Уже Любовь Собель, привет ей большой, стала фигурой федерального масштаба. Уже вот мой подзащитный Егор Жуков уже становится кем-то большим, чем просто блогер. Вот пока, за внимание, пока вы не сажаете блогера, вы имеете дело только с блогером. А только вы блогера сажаете, у вас начинается, начинает ситуация, начинает терять управляемость. Вы уже не понимаете, кто у вас сидит. То ли у вас сидит блогер, то ли у вас сидит, не знаю, будущий Ленин, в конце концов. Ленин плохо, я думаю, что Егору не понравится такое сравнение. Но, тем не менее, пока вы не трогаете сына присяжного поверенного из Симбирска, у вас вроде и стабильности, все хорошо, и государь-император там на Пасху поздравляет нижних чинов. тронули, причем непонятно которого, непонятно где это рванет. Казалось бы, посадили 100 блогеров, рвануло с одним, и вы уже не контролируете ситуацию. У вас уже бежит солдат, бежит матрос и стреляет на ходы. Мне хотелось бы у вас еще в контексте того, что мы обсуждаем, спросить про выборы. Вы не так давно на днях у себя в Фейсбуке вспоминали, что в 2007 году были наблюдателем на выборах. Сейчас бы пошли или нет? Ну, сейчас я просто знаю, что в этой день меня не будет в Москве. У меня очень интересный округ, у меня, я прописан Северной Медведкой, у меня выдвигается глава нынешнего состава Мосгордумы. В смысле? Да, и там даже не применишь какое-то умное голосование, но это просто скучно, в конце концов. А в 2007 году казалось, что, да, наверное, сейчас в этом есть смысл, просто это отчасти вопрос личных предпочтений. Тогда я получил полезный опыт. Тогда я наблюдал, например, что у меня было главным впечатлением тех выборов. Я наблюдал слепую бабушку, которая еле доковыляла по гололедице до избирательного участка и которая просила, значит, чтобы она ей, поскольку она слепая, она ничего не видит, ей показали клетку, в которую ставить крестик. И спросили, бабушка, за кого ты хочешь голосовать? Я говорю, конечно, за единую Россию, за кого же еще? Я на нее смотрю и понимаю, что бабушка, ну, там, бог с тобой, что ты при этой единой России, как ты при ней живешь, это твое, в конце концов. Тебя жалко, но это твое личное дело. Но что же ты делаешь-то? Ты голосуешь за то, как жить твоим внуком, ты не будешь при этой единой России жить еще 20 лет. Мы тебе все, конечно, желаем доброго здоровья, но там все все понимают. Но в каком-то смысле я увидел Россию, вот как Россия голосует. Для меня это было такое... Поясните, я просто прочитал ваш пост и не очень понял, если честно, вывод. Вы пишете, не обязательно искренне уважать чужое мнение, чужой выбор, не переживайте так сильно, если вас это тревожит. Что вы имеете в виду? Это было... Просто у меня в моем фейсбуке, у нас же у всех разные ленты фейсбука, в конце концов, да, у меня очень много украинцев в друзьях, они очень сильно переживали по поводу исхода выборов в Верховную Раду. Там, понимаете, у кого-то жидкий суп, у кого-то мелкий жемчуг, вот у нас проблема в том, что у нас безальтернативная Дума, да, это мы пока еще даже не обсуждаем выборы в Думу. Это все, что мы говорили вот последние там полчаса, это было про всего лишь региональные выборы несчастные, да. У украинцев, в общем, тоже проблемы такого первого мира, у них президентская партия набрала контролирующее большинство в Раде. И многие мои друзья по этому поводу переживали, вот что ж теперь будет, теперь будет отсутствие альтернативы. Ну, в конце концов, бывают вещи и похуже, да, бывает там что-то гораздо более, более серьезное и неприятное, чем то, что у вас президент контролирует Раду. При том, что там есть оппозиция, все в порядке, в этом смысле, оппозиции рот не заткнули. Причем оппозиция такая, оппозиция такая. Да, оппозиция, ну, не то, что на любой вкус, но на некоторые вкусы, на несколько вкусов. Ну, есть оппозиция, условно говоря, прозападная, оппозиция пророссийская, если говорить, про Медведчука. По сравнению, по сравнению с полным отсутствием оппозиции у нас, там еще жить и жить, там еще терять и терять. А если говорить субъективно, да, я посмотрел, посмотрел на Россию, как Россия голосует, мне не очень понравилось. Я не считаю, что ты бабушке что-то должен, в конце концов, да, потому что жить мне, а не бабушке. Я тогда был молодой и был уверен, что мир создан не для бабушек, а для нас, молодых и красивых. Но, но в конце концов, да бабушка проголосовала, я проголосовал. В чем проблема? Проблема возникает, когда, когда даже бабушки, даже бабушек начинают что-то доходить, потому что бабушки, которые привыкли, они же общаются с телевизором, в конце концов, у них, им трудно выходить из дома, особенно если, да, для них телевизор это окно в мир. Там тебе покажут и про путешествия, и про любовь, и про космос, в конце концов, но и про Путина. Вот когда бабушка привыкла за 20 лет, она тогда еще не была бабушка, это все это начиналось, она еще была тетенькой, но она привыкла думать, что все хорошее в ее жизни, то, что батарея теплая, то, что газ на кухне есть, то, что там макароны по столько-то рублей, а не по столько-то, я не знаю, честно, сколько стоит макарон, не буду притворяться, что все хорошее, что есть в ее жизни, или там, по крайней мере, все терпимое, нормальное, вот это вот лично от Владимира Владимировича, ну, и от его верных соратников, значит, вот министр Шойгу, там еще какой-нибудь министр, там еще сякой министр, а потом бабушке портится жизнь, и бабушке уже не теплые батареи, потому что ей отключили коммунальные услуги. И украинцы, американцы и бендеровцы. Похоже, что перестают это работать, потому что бабушка, в конце концов, идет объясняться в ЖЭК, и она видит, что в ЖЭКе сидит не бендеровец, что в ЖЭКе сидит не американец, и с ней не по-американски говорят. Потом бабушка идет в Сабесу, узнает, ну, бабушка, которая уже получает пенсию, там ладно, но большое количество людей, которые хотели эту пенсию получить вот-вот, они поняли, что им в ближайшие 5 лет как-то существовать, непонятно как на что, потому что работы уже нет для них, уже везде рабочее объявление там до 35, а жить как-то надо, а пенсию не платят, и вот это объяснение, что не платят у американцев и по приказу лично Обамы или лично Трампа, оно уже как-то перестает работать. И вот проблема, проблема начинается в чем? Когда ваши бабушки верные, которые были вашей опорой, они начинают сбоить. Вот с одной стороны у вас злые студенты, с другой стороны у вас разъяренные бабушки. Сейчас, в отличие от 2007-го, они начинают сбоить? Определенно начинают. И вот эта неуверенность, и вот это метание от силовиков к каким-то заискивающим улыбкам, и да, мы всех посадим, но это хорошо, потому что мы хорошие, а мы сажаем только плохих, но посадим всех. Вот весь этот поток такого напуганного сознания, он, ну, конечно, нам с вами не сулит ничего хорошего в короткой перспективе, да, потому что, когда власть трусит, она начинает делать вещи двойнее более глупые, втройнее более жестокие. Это в определенном смысле начало агонии. Там нам казалось, оптимистам-то, в общем, да, или там, пессимистам, с моей стороны посмотреть, казалось, что агония вот начиналась в 11-м году зимой. Сейчас-то мы знаем, что-то не так, но вот то, что происходит сейчас, ну, в общем, тоже из тех же симптомов. Это интересные времена. Нам, похоже, с вами досталось жить и прожить значительную часть жизни в интересные времена, а не в какие-нибудь такие вялые. Но лично моя философия такая. Значит, досталось жить в эти времена, значит, давайте жить максимально интересно. У нас остается около 10 минут до конца нашего разговора. Хотелось бы успеть затронуть еще другую тему. Другое важное громкое дело, которым вы занимаетесь, это дело украинских моряков, которые были арестованы по обвинению в нарушении государственной границы России. Вы адвокат капитана судна Бердянск. Если я ошибаюсь, попросите, пожалуйста. Помните, как в «Пиратах Карибского моря», когда Джека Воробья называли просто Джек Воробей, он говорил, я капитан Джек Воробей. Я не изучаю, не капитан, а изучаю лейтенантов Романа Макаряка, который командир катера Бердянска. Каждый раз, когда я взбивался и называл не так, он не поправлял. Что сейчас происходит с этим делом? С этим делом не происходит ничего. Это самое странное. Мы видели, как в мае, после того, как было вынесено решение против России Международным трибуналом по морскому праву, первый раз какой-то орган, который Россия подписала, что она будет его уважать, подписывалась в другую эпоху, в 90-е годы, неважно, подпись такая есть, она не отзывалась, она для России обязательно. Первый раз Международный орган сказал, что в этой ситуации Россия не права. Потому что до этого были всякие рекомендации, там, комитета по правам чеку ООН, ПАСЭ, все эти рекомендации, как известно, Россия может игнорировать в лицовых последствиях. Это был первый случай, когда что-то такое лопнуло, уже такое чреватое, там, тем, что когда Россия, там, российский корабль захватывается в какой-нибудь третьей стране, и Россия очень хочет пойти посудиться по этому поводу в том суде, который для этого и создавался, Россия может показать на дверь со словами вы неисполнены на предыдущие решения. Вот тогда мы увидели, началась некая суета, следствие, которое вполне могло тянуться еще там месяца, ну, тогда ноября, условно говоря, да, вот в ноябре начали, в ноябре могли и закончить. Это опять же к разговору о том, о том, как быстро все происходит. как быстро все происходит. Следствие внезапно сказало, что все-все-все, мы закругляемся. Начались какие-то разговоры, тем более это совпало по времени с вступлением в должность президента Зеленского в Украине и с финишем такой выборной кампании в Раду. Начались переговоры, про которые достоверно известно, что они были, там, официальные, неофициальные, полуофициальные, в общем, начались разговоры о том, чтобы эту ситуацию как-то завершить, не доводя ее до суда. И пока, вроде бы, все эти слухи, которые циркулировали в июле и в августе, что вот-вот сейчас что-то будет, они не оправдались. Мы сейчас знакомимся, что называется, в час по чайной ложке знакомимся с этим материалом, которое, материалом следствия, которое, собственно, и будет рассматриваться в суде. Следствие нас знакомит в таком режиме, что нам не дают это дело снимать каждому адвокату. Обычно способ работы адвоката, ты пришел с телефоном, перещелкал себе там за полчаса один том, пошел домой в офис спокойно читал. И там спокойно читаешь. Нам говорят, что нет, вы так не будете делать, вы будете сидеть и читать, в общем, это странный подход. То есть, видно, что приоритет, который раньше заключался в том, чтобы быстрее это дело отдать в суд, он, видимо, сейчас сместился. Отдельный вопрос, где будет суд, будет ли он в Крыму или не в Крыму. С российской точки зрения, с точки зрения следствия, местом совершения преступления, незаконного пересечения нашей священной государственной границы, были воды Крыма. Там есть альтернативные опции, можно проводить суд в Москве, потому что в Москве было следствие, в конце концов, из Москвы завершено. Можно проводить его в Краснодаре, потому что корабли следовали так называемые по порту Кавказа. То есть, они поддерживали связь с портом Кавказа. В общем, по-разному это можно было решить. Пока похоже, что суд будет, суд будет в Крыму. Это принципиально? Я не знаю, сколько это принципиально. Ну, смотрите, здесь две логики. С одной стороны, защите не должна жизнь казаться медом. Все понимают, что защитникам моряков ездить в Крым, работать там без поддержки прессы, без наблюдателей от посольств, которые у нас сейчас бывают на каждом процессе, нам будет как минимум труднее. Я не говорю, что невозможно, но сложнее нам будет работать с коллегами. С другой стороны, может быть, действительно есть какая-то идея, что тем самым российского колоколства покажет какому-то международному сообществу, что вот Крым это они. Ну, в принципе, они и так говорят, что Крым это их. Это никакая не новость и никакой не сенсация. При этом, почему-то параллельно они прячут в таком регулярном режиме прячут судебное заседание по страже. Вот у нас каждое судебное заседание по страже начинается и в Рефортовском суде, и в Московском городском суде с того, что ставит прокурор и говорит, я прошу закрыть заседание, потому что мог быть оглашены сведения, составляющие тайну. Какую тайну? Тайну следствия. А потом, на самом процессе, который происходит без пресса, вот здесь уже вам придется мне поверить на слово, не оглашаются сведения, которые составляют тайну. Ни защитой, ни обвинением, никем. Это просто пользуется как предлог для того, чтобы... Возвращение словом лукавства. Вплоть до того, что сегодня процесс начался с того, что сегодня у нас была очередная апелляция и отправление с совершенно предсказуемым отказом. Это уже все наизусть знают. И мы знаем, что скажут прокуроры, и суд знает, что скажет. Началось с того, что я встал и сказал, значит, ваша честь, давайте процесс закроем от публики. Прокурор удивился, это была ее реплика. Так происходит на любительских спектаклях, когда актеры не очень твердо помнят, чья реплика, и воруют ее друг у друга. А почему? Потому что я заявляю ходатайство, я говорю, что я не могу ее обосновать. Вот смотрите, я бы хотел обосновать, да, значит, там, либо что несовершеннолетние обвиняемые, этого нет. Либо гостайна, этого нет, нет секретных производств. Там, либо преступление полового характера, этого нет. Либо тайное следствие, следствие кончилось. Вот я, ваш честь, я перед вами стою, я хочу, чтобы вы публику убрали, но я не могу объяснить, почему. С подтекстом, что давайте откажите мне ходатайство. Нет, удивлительным образом, это было одно из, ну не скажу, что первое, но одно из первых ходатайств защиты по этому делу, которое судовлетворило. Ну, поэтому, что так развлекаться можно только в той ситуации, когда никакого обсуждения по существу вопросы. обсуждения состава преступления есть или нет. Мы не дошли даже до обсуждения в рамках простого вопроса об аресте. Мы не можем от следствия добиться, почему они все еще считают, что это организованные группы. А это важно, потому что там срок 6 месяцев. Когда вы арестовываете кого-то на срок больше полугода, вы должны обосновать, что обвинение тяжкое. Тяжкое обвинение о пресечении границы может быть только в том случае, если там организованные группы. Они с первого дня говорят, что она организованная, и с первого дня не могут объяснить. Вот до сих пор в той части дела, которую мы перелистали, мы читаем разные томаты. Можно сказать, что в совокупности мы практически все это дело уже видели, наверное, суммарно. Там нет ни одного подтверждения тезиса, что это организованная группа в обычном смысле слова. Это военные, у которых есть своя структура. Вот там капитан 2-го ранга, 3-го ранга, лейтенант, матрос. Окей, хорошо. У них есть структура официальная. Почему вы не хотите признать, что они действовали в своем официальном качестве? Нет, они все преступники, у них был сговор, они договорились вот так. Хотите доказать как-нибудь? Не хотим доказать, от суду все будет очевидно. Суду действительно все очевидно. Понятно, что эта история не прибавляет ничего хорошего. Понятно, что из нее Россия никаких дивидендов извлечь уже не может. Уже там любые символические флажки на этом Крыме, которые можно было поставить, уже поставили. Желающих признать Крым российской территорией от этого не прибавилось. Я не знаю, может быть сейчас Японию разводят на то, чтобы в обмен на возвращение двух островов признать земли полстров. Это мои домыслы. Этого не произошло и не происходит в наших глазах. Но вот как то, с чего мы начали, то московское дело о беспорядках, оно с этим делом, при том, что ведут разные ведомства. ФСБ это не следственный комитет, у них совершенно другая логика и стиль работы. Но принцип не сдавать назад, не признавать ошибок, он работает одинаково. Это вообще священный принцип, мне кажется. Я не знаю, почему он стал священным, вообще так и нигде нет. Я имею в виду российских силовиков и политиков. Да и не только силовиков, спросите Путина, в конце концов, на какой-нибудь его очередной священной пресс-конференции, которая уже стала ритуалом, как праздник Пасхи какой-нибудь. Я не знаю, ему кто-то вообще задал за всю его жизнь вопрос, Владимир Владимирович, а вот назовите свои три главных ошибки. И по-моему на этот вопрос не бывает ответа, потому что, ну он же никогда не ошибается. А если самый большой начальник... Ему задавали этот вопрос, я прошу прощения, по-моему был вопрос, я не знаю, может быть редактор Вот так, чтобы не отшутиться, не отшутиться, а по сути ответить. Это было на прямой линии, так называемой, и был ответ... Во втором классе я написал корову через а, да? Нет, что во время какой-то поездки куда-то к нему на коленях вышла какая-то бабушка и о чем-то его просила и передала ему записку, и он ее потерял. А все остальное хорошо? Вот понимаете, когда главный начальник ну играет в Бога, если угодно, да? И возводит принцип непогрешимости. Причем папа римский, он же непогрешим, он не погрешим, он не погрешим, только когда он говорит сам вон, да? Там ввели хотя бы ограничение такое. В обычной жизни, когда он там идет там по своим покоям и наступает на ногу кардиналу, это не погрешимо. Он не наступил на ногу, это он ошибся. Когда начальник возводит в принцип, в жесткую доктрину, то, что он никогда ни в чем не ошибается, никогда не отыгрывает назад, никогда не берет своих слов назад, он воспитывает своих подчиненных, причем даже не самых приближенных, да, а на всех уровнях. Он воспитывает их не признавать ошибок, никогда ни в чем. Если вас заставили признать ошибку, значит вы слабаки. Если вас заставили отступить, значит вы прогнулись. Там понятно, что ниже стоящим нет-нет, да и приходится прогибаться, потому что на каждую плеть найдется обух. Но, когда это возводится в стиле, когда, понимаете, вы сеете поступок, пожинаете привычку, вы сеете привычку, пожинаете биографию, вы сеете ветер, пожинаете бурю. Вот мы с этого начали и к добру или к худу, но мне приходится этим завершать. Сейчас был посеян серьезный ветер, которого могло не быть. И все идет к тому, что в ближайшие месяцы мы пожнем с него бурю. Что ж, посмотрим. Я надеюсь, у нас будет возможность обсудить это с вами еще раз в этой студии. Я признательно вам, Илья Новиков, адвокат в московской студии РТВА. Это программа спецгость, в которой каждую пятницу мы подводим итоги недели и недель, как в этот раз. Меня зовут Тихон Зятко. Спасибо всем.